Воскресенье 14 сентября в России прошел единый день голосования. В Ленинградской области выбирали депутатов местных советов. О том, как прошли выборы в Владинопольском районе, рассказал председатель территориальной комиссии Юрий Абрамов. Сегодня уже можно сказать, что 14 сентября выборы во всех поселениях Владинопольского муниципального района состоялись. Прошли все в соответствии с законом. По явке средняя явка по Владинопольскому району составила свыше 28%. Здесь необходимо отметить, что в городском поселении Владинопольском активность избирателей была немножко пониже. Она в районе 23-24%. В сельских поселениях, таких как Алёховщина и Янига, свыше 40%. В Сверстройском городском поселении свыше 45%. И доможировское сельское поселение свыше 30%. Были ли замечены какие-то нарушения? Нет замечаний, жалоб, замечаний в участковые избирательные комиссии, в территориальную комиссию в день выборов. И до момента подписания территориальной избирательной комиссии и итоговых протоколов не поступало. С 3 сентября по 9 сентября проходило досрочное голосование, оно проводилось в территориальной избирательной комиссии. Этим правом воспользовались у нас 163 избирателя. А с 10 по 13 сентября досрочное голосование проводилось в участковых избирательных комиссиях. Значит, и всего по нашему району досрочное голосование приняло участие 848 человек. Как могли голосовать люди, которые в силу своих физических возможностей не могли сами прийти на участок? Значит, в двух медицинских лечебных заведениях, находящихся на территории нашего района, гражданам-избирателям, которые находятся в силу обстоятельств, было предоставлено такое право. Они написали заявление в свои участковые комиссии, и к ним выезжали участковые избирательные комиссии для проведения голосования. Также выезжали по обращениям устным и письменным на дом к нашим избирателям, которые в силу обстоятельств не смогли прийти в помещение для голосования. Активность этой избирательной кампании, она на 1,5-2% выше соответствующих выборов муниципальных, которые проходили в 2009 году. То есть, наверное, немного, но активность все-таки выросла. И я сегодня хотел бы сказать спасибо нашим избирателям, которые проявили свою гражданскую позицию, пришли и отдали голоса за тех или иных, ну, за кандидатов. А депутатам остается теперь работать на благо наших избирателей. Есть в Владинопольском районе свой особенный праздник – фестиваль «Белый гриб». Готовиться к нему жители Ладейного поля начинают загодя. Как только в лесу появляются первые грибы, и на них начинается тихая охота. Но не только в корзинку попадали красавцы-боровики, красноголовые подосиновики да мохнатые волнушки. А еще и в объектив фотокамер. Потом грибные шедевры фотоискусства, а также поделки на лесную тему, горожане несли в отдел культуры районной администрации, где строгая жюри определяла лучшие работы. Сам фестиваль проходит в сентябре. Самое что ни на есть грибное время. По традиции он стал красочной частью дня рождения города. В этом году «Белый гриб» собрал любителей тихой охоты восьмой раз. В день города 13 сентября на Новой городской площади продавались дары леса, брусника, сушеные и свежие грибы. Работал город мастеров. Свои изделия предлагали мастера декоративного прикладного творчества. Желающие смогли приобрести соленье и варенье на зиму. Сотрудники Нижнесвирского заповедника подготовили познавательную экспозицию о разных видах грибов, которые можно встретить в лесах нашего района. Ученые рассказывали об их свойствах и давали советы по сбору и правильному приготовлению. Открыл фестиваль человек, придумавший этот необычный праздник, глава районной администрации Илья Дмитренко. Илья Александрович рассказал нам об истории создания праздника и своем к нему отношении. Восемь лет назад, когда готовились к очередному дню города, родилась мысль. Почему есть праздник окурца, праздник козы, а в нашем краю, где море белых грибов, где практически каждая семья занимается сбором грибов, заготовками. И это для нас такой народный вид продукции, почему такой праздник не сделать. Вот мы попробовали, и слава богу, получилось. И этот же фестиваль идет не только один день, день города, а он идет длительное время, люди занимаются, фотографируют, конкурсы на самый большой гриб проходят, готовят какие-то блюда, поделки, фантазии. И еще, вот уже в последнее время мы стали привлекать поселение, это получается как бы в рамках праздного дня города, получается как бы праздник района. Потому что поселенческие подворья, поселенческие делегации, и с каждым годом они все более так красиво представляют свои поселения. Я думаю, что у этого праздника есть перспективы хорошие, и он будет с каждым годом что-то новое появляться и развиваться. Вот года три назад мы этот пирог «Великан» делили в программу. То есть вот такой праздник придумали. На фестивале работало грибное радио. Артисты на сцене пели частушки о грибах, а ведущие организовывали викторины про приметы осени. Предприятия общественного питания специально к фестивалю приготовили оригинальные блюда. Некоторые кулинарные изделия удалось даже продать на аукционе. Вкусным фестивальным пирогом-гигантом с грибами, которые испекли работники Ладинопольского хлебокомбината, угощали всех желающих. Ежегодно на фестивале подводят итоги конкурсов и объявляют имена обладателей грибных Оскаров. Илья Дмитренко вручил победителям подарки, дипломы и сделанные вручную статуэтки грибной Оскар. В фото конкурсе «Грибные этюды» лучшими стали Ирина Леонова и Николай Мурашко. В кулинарном конкурсе «Грибные фантазии» победителем стал коллектив «Кафе Абажур» за салат «Пенек с опятами». В творческом конкурсе «Грибное вдохновение» награду получила Роза Загидулина. Я сейчас пенсионерка, не работаю, свободного времени много. Я с детства любила вышивать крестом, болгарским крестом, вязать, лоскутным шитьем заниматься. Вот и продолжаю свободное время. Узнала в районной газете «Ладейное поле», что проводится праздник «Белый гриб». И принимают поделки, такие сувениры самодельные. Вот и я решила тоже свои поделки, чтобы это показать. Самый большой гриб нашел Леонид Сидоров, а гран-при фестиваля получил Владинопольский хлебокомбинат. В концертной программе приняли участие коллективы Дома народного творчества, Детского центра эстетического развития, а также вокальные ансамбли из-под порожья и самодеятельные артисты нашего района. В День города проходило много интересных мероприятий. Фестиваль «Белый гриб» – одно из самых ярких. Ну а о других мы обязательно расскажем в наших следующих выпусках новостей. Владинопольское лесничество организовано после объединения земель лесного фонда бывших Владинопольского сельского, Владинопольского и Аятского лесхозов. Он осуществляет свою деятельность 15 февраля 2008 года. Площадь земель лесного фонда составляет более 400 тысяч гектаров. Из них чуть более 96% находятся в аренде лесопромышленных предприятий. Главной задачей Владинопольского лесничества является организация и исполнение госполномочий в сфере использования, охраны, защиты и воспроизведения лесов. Сфера деятельности – это контроль заведением лесного хозяйства всеми арендаторами Владинопольского района. У нас, в принципе, по заготовительной деятельности 8 арендаторов уже не работают. Вроде бы как, в основном, справляются со своими обязанностями. Конечно, есть какие-то там недочеты, но в основном деятельность идет. Весь район разделен на 16 участковых лесничеств, где во главе стоит руководитель участкового лесничества. Коллектив Владинопольского лесничества очень дружен и работоспособен. Согласно лесохозяйственному регламенту и проектов освоения лесов, формируются ежегодные объемы необходимых работ, которые включаются в план арендаторов. За пять последних лет все арендаторы со своими производственными заданиями справились, и качество выполняемых работ оценивается как удовлетворительное. Люди в основном, скажем так, не старого возраста. Правда, средний возраст у нас в лесничестве где-то, наверное, 45 лет, 46. В общем-то, в основном молодежь, не считая, скажем, нескольких двух, трех, четырех человек. Сохранить леса от пожаров – задача большая и сложная. Руководители Владинопольского лесничества держат этот вопрос под контролем круглый год. Для оперативного реагирования на задымление или возгорание уже много лет на территории лесничества действуют пять беспроводных камер видеонаблюдения и две проводные камеры, предназначенные для раннего обнаружения очагов лесных пожаров. Большая профилактическая работа коллектива Владинопольского лесничества постоянно проводится и с местными школьниками. Детям прививают любовь к природе, учат, как правильно вести себя в лесу и правилам пожарной безопасности. Ведь руководство лесничества хорошо понимает, что опасность в виде возгорания или стихийных лесных свалок легче предупредить, чем локализовать. А также школьники – это те, кто уже через десяток лет сможет прийти работать на благо Владинопольского района, в том числе и в лесное хозяйство. В Владинопольском районе на базе школы третьей создано школьное лесничество. Правда, там как бы он на договорах, бумагах создан, сама деятельность пока ведется вот именно так, скажем, когда мы проводим воскресники по посадке лесов, по уборке за лесами, скажем так. Ну, на питомнике дети практически не работают, они больше выезжают как ознакомитель, но тем не менее с третьей школы мы работаем уже года четыре, наверное, как бы довольно-таки плотно, и вот на базе ее создали школьное лесничество. Потихоньку налаживается ситуация и в сфере незаконной вырубки лесов в Владинопольском районе. Сейчас масштаб вырубок мизерный, что не может не радовать. Это результат совместных действий и рейдов работников лесничества, арендаторов и полиции. Ну, а напоследок хочется сказать о людях, работающих на предприятии. Все они любят свою работу и профессионально ее выполняют. Они заботятся о природе и готовы полностью отдать себя служению русскому лесу. Ну, сотрудникам нашего лесничества, ну, и сферы, и арендаторам, чтобы работали так, чтобы потом не было обидно, за что-то недопущено. Ну, скажем так, надо отдать должность, что коллектив лесничества по моим понятиям работает, ну, как сказать, хорошо, может быть, даже лучше, чем хорошо. Ну, может быть, я тут в определенной степени хвастаюсь. Скажем, деятельность за последние годы луннопольского лесничества и деятельность арендаторов, которых мы контролируем, где-то чего-то поправляем, подталкиваем и так далее. Ну, вон, кубки за два последних года говорят, что так, в 2012 году у нас было третье место по области, в прошлом году было второе. Ну, не знаю, что будет в этом году. По крайней мере, вот, кубки говорили так, что из 18, теперь 19 районных лесничеств, потому что в этом году создана 19-я во всей Орске, вот мы занимали третье, второе место. А что в этом году, это начальство виднее. 12 сентября в Центральной районной библиотеке прошла встреча членов Ладинопольской общественной организации Дети войны с гостями из Манчегорска. Манчегорская делегация прибыла в составе шести человек. Их поездка была организована в рамках проекта «Память без границ» и стала возможной благодаря содействию городской администрации и общественной организации Дети войны Мурманской области. Если быть кратким, то нас сюда пригласили. А цель такова, что раз мы общественной организацией одной направленности, хотелось бы посмотреть, как они работают, обменяться опытом, познакомиться с городом и пригласить к себе. У нас направления, очевидно, совпадают. Это самое главное, конечно, патриотическое воспитание подрастающего поколения. Дальше работая со своими членами организации, работая с другими общественными организациями. Я тоже являюсь членом организации Дети Великой Отечественной войны. Ну, а приехал я сюда, можно сказать, в первую очередь из-за того, что мои родители, а именно мать, жила в этом городе до войны. Здесь она окончила школы и после окончания школы ушла на фронт, пробыв на фронте до конца, фактически до конца войны. Ну, а поскольку здесь дом разбомбили, она приехала в Мурманскую область, где я родился. И вот теперь хочу узнать, где наши корни и посмотреть на город, который я, проезжая бывшей с матерью на поезде, она показывала. Вот моя школа с поезда, хорошо было видно здание школы, а сегодня пришел из здания школы, с поезда не видать. Поэтому приходится посмотреть город и отпраздновать вместе с вами, со всеми День города, за что вам большое спасибо, что вы нас пригласили на это мероприятие. Спасибо. На встрече состоялась презентация книги Ларисы Батраковой «Мадонна Великой Отечественной. Слово о маме». В минувшую пятницу на поляны парка «Свирская победа» высадился шумный школьный десант. Там, где так близкая история военного прошлого переплетается с нашим мирным временем, разворачивались почти что настоящие учебно-боевые действия. В качестве бойцов «Зарнички» выступали учащиеся первых, вторых и третьих классов школы номер 3. Это был первый этап «Большой игры Зарница», посвященный предстоящему празднованию 70-летия победы в Великой Отечественной войне. Вслед за начальной школой в ней примут участие ученики средних и старших классов. В организации мероприятия большую роль сыграли представители Ассоциации силовых структур «Воин» из Санкт-Петербурга, с которыми ребята познакомились летом на слёте следопытов-свирцев. «Мы, ребята, высший класс!» «Все такие молодцы! Чемпионы и удальцы!» «Не подстанем мы нигде вместе в спорте и друзей!» «Мы идём!» «Мы поём!» «Вышенному шире шаг! Выше наш отрядный план!» Гости помогли оборудовать станции всем необходимым, предоставив учебные гранаты, щупы для минного поля, пневматическое оружие, а также грамоты для награждения победителей. Заместитель директора школы номер 3 по воспитательной работе Галина Солдатова рассказала, что в Зорничке вместе с организаторами участвовало в общей сложности более 350 человек. После торжественного открытия команды разделились на параллели и отправились выполнять задания по станциям. На берегу свирей сапёры каждого класса разминировали свою опасную зону, расставляя флажки в местах, где находились символические мины. Потом класс цепочкой проходил весь участок, стараясь не задеть флажки и растяжки. Лучшие шифровальщики классов искали спрятанные послания около здания историко-краеведческого музея. А ещё по традиции первоклассники посадили в парке ёлочки, за которыми теперь будут год за годом следить. Столько эмоций за один день испытали малыши и их родители, что надолго запомнят Зорничку её приключения. И потом с восхищением будут рассказывать об этом своим близким, друзьям и товарищам.